Работать с тем, что имеется. Вот такой состав Ювентуса с Алексом Сан. Игры, которая может быть для Юви действительно важна, как разогрев и возможность проверки. Ювентус даже в таком составе и даже со всеми проблемами все равно сегодня фаворит, а в матче с Наполе... На Мозекина. Кто-то оказался... Александра еще, да. Вот в чем дело. Александра, Мозекин. Еще своего дома не было. Угловой с левого фланга. Хорошая подача. Пошел Касарес на мяч. Игры, добивание с разворота в челюсть сопернику, даже выбивая его из игры на какое-то время. Это Де Пауль, между прочим, был. Ну, знал, куда метить. Да-да-да, подзаконно как-то. Посмотрим атаку Ювентуса. И снова Бернардески. Удар низом не сильный. Все равно неплохо. И Келлини и Бануччи сегодня они просто сидят, отдыхают. А был эпизод, когда Ювентус отдает туда передачу на Бентанкура. Хорошая передача. Обостряющая такая, ключевая, которая могла стать... ...из Лиги Чемпионов. Бентанкур. Перевод неточный. Хотя есть такое ощущение, что если бы чуть-чуть зиться над зоной вылета. Здесь Александр разгоняется по флангу. И гол! Мойзекин! 1-0. Да, доигрались, можно сказать, удинцы. Позволили легкому форварду отправить мяч в сетку после небольшого рикошета. Но все решил проход Алекса Сандро. Вот так, когда у тебя латераль играет почти что в нападении, это большой и важный ресурс. Великолепный пас. Латераль с такими передачами. Да, именно с такими передачами. И Мойзекин забил свой первый гол в этом сезоне. Всего лишь третья игра. Впервые он вышел в стартовом составе. До этого у него 5 минут было игрового времени. И вот он забил. И с Парижем, отчасти с Баварией, с Пинацова. А здорово прошел. И так довольно нагло мы... Удар! Ну, это еще момент, да. Могли забить вновь, хотя бы... На игру ускорить. Ну вот, проход, подача. Очень, кстати, хорошая, потому что 3 футболиста и Венто смогли на нее ответить. На Рождество, но об этом чуть позже. Потому что Мойзекин подобрался именно с фланга к штрафной. Скидка прошла от Омрэджана. Идицет. Странное решение, хотя и оно в итоге привело вот к такову преимуществу Ювентуса. Тогда получается состав Ювентуса и Пентанкур, и Кассерес. Так что он... ...игроками и постоянно пополняется. Хорошая передача! Ой-ой-ой! Бернардески, да? Родители его орицей. Но, по сути, итальянец. Родился, вырос и играл за все молодежные сборные Италии. Более того, падающие вынуждены обороняться. Ну, у Динезе подача... Молодец. Вот сейчас... На правый фланг. Идет подача обратная! Очень красиво сыграно. И что, в рылке забил три и ушел. И, к сожалению, после того матча стало ясно. В этом году ни Наполе, ни тем более. Такое движение коленостопом сделал. И изменил направление мяча катившегося. Кассерес, как всегда, воинственник. Сандро. Травец против него. Сандро простреливает и зарабатывает еще один гол. И подбор за Юви. Да, подбор за Юви. В этом тоже своя логика. И, может быть, не стоил этот мяч. Сантермарк оценивает его в 18 миллионов евро. Подача со штрафного. Бывает удар с Сандро. Ну, он просто ждал с этого мяча. И передача в касание на Матюиди. Неплохо. Не было здесь нарушения правил. Тянулся к море демаркационная линия чужого государства. Что-то с этим нужно делать. Дай какую-то агрессию. Трудно хвалить эту атаку Удинезе. А вот Мойзекин набирает скорость. И у него нашелся достойный соперник. Николас Апокус так любит футбол, что не стал упускать мяч за линию. А это странное решение Апокус. Хороший пас на линию штрафной. Ну, как не могут обработать мяч? Ну, уже успели. Соперник гол забивает. Ой-ой-ой, какой гол забивает Мойзекин. Дубль. Уже не будет одного гола в трех матчах за сезон. Будет два. Будет как минимум два аплодисмента от мастера парадоксальных решений. Миралема Пьянича. Потому что действительно гол редчайший по исполнению. Обманул защитника вратаря. Ты видел, он показывал, что, видимо, внешней стороной пробил, что ли. Ну, просто, по-моему, носочком даже пробил ближний угол. Когда вратарь уже выключился из этого типа эпизода. Ну, закрывал же. Ничком сильно мяч полетел. Но даже это грозит Удинезе продолжением атаки соперника. Давлением, которое сегодня есть. Но и в обороне. Интересно, как себя поведут защитники. Вышел. Делает пас в сторону Кина на хат-рик Демайо. Загнувшись, выбивает на Бернардески. Принимает на себя. Прошлогодний. Но он не так, чтобы намного слабее прошла губа, как мне кажется. Если бы сильнее. Да, Интер тоже ведь с таким составом. Не сложные соперники Финляндия и Лихтенштейн. Но в современном футболе легко себе. Так, а я даже не знаю, стоит ли их делить по категориям этих футболистов. Еще один момент. У Ювентеса и Бернардески. И Пафананда. И Уилмот. Это очень интересная фигура. Мы практически его не видели. Я бы хотел его представить. Не знаю сейчас ли. Заггелар и Теравис ближе к флангам. Ларсен. И это становится предтищей какой-то опасности. Ну, так или иначе, два голландца. Ну, Дмитрий Шнякин, ваши комментарии. Да, ну и Музакин забил свои мячи в начале и в конце тайма. Вот сейчас смотрим. Ювентус все равно атакует. Странное решение для левши. Матюиди, он зачем-то пробрался. Подвело атаку Удинезе. Прорыв. Ой, грубовато. Наверное, это будет желтое. И он в колено шипами Алексу Сандро влетает. Вот, вот. А вот еще в чем дело. Он сам подскользнулся. У него опорная нога пошла. Вот смотрите, левая нога в его пользу. Ой, ой, ой. Летел вот так. Ряд эпизодов у Сета участвовал то в роли отдающего, то принимающего, то борющегося. Не идеально играет. Ну, хотя бы нет гола. Нет гола и голевого момента до поры до времени. От Муса, а ведь по статистике, что любопытно, у него очень хороший процент длинных пеней. Действительно красиво. Так вот Бернардески, ну, скажем так, почти вниманием главную звезду. Каталандец справа, будет подача, но это на вратаря. Почему так плохо? Словно... Потому что его сын держит кулк Готфорд. Ну и, в общем-то, здесь есть взаимосвязь. Ну, это то, что держит. А по поводу давления обязательно оказать, не давая никакой возможности Атлетико. Потому что он по полгода ровно на каждую команду пускает. Ну, вот теперь он в Удинезе вышел вместо Терави. Спина целый, но успел. Загелар из Доро выставил в ногу. Выбил мяч за боковую. Только в первой атаке там справа оказался. И очередной запек. Мой закинай его попу. О, фишка в инстаграме ее выслал. Говорит, Дмитрий, вообще-то, вообще-то, было бы, наверное, логичнее, если бы... Ух, хет-трик-то будет, Сава он пробьет. Ты знаешь, замечательное сообщение. Один отталкивал, и мой закинзе потянул немножечко за мальчик. И в итоге он выиграл эту борьбу. Это 11-метровый, вот. Абсолютно обоюдная работа руками. И тот ближе. Нет, не бежит мой закин, а Эмрэджан просто забивает. Эмрэджан, мы говорили о том, что голы ему нужны. И ведь любопытно, что все свои голы в чемпионате за Ивентус, а у него их уже 4, а вот там подтверждение, он забил в 2019 году, после паузы в Рождестве. И он ближе стал к составу. Да. 3-0 пока что, не сбегая вперед. Время еще есть у Мойзекина для хет-трика, чтобы Мазякина догнать. Ну, а пока мы отмечаем то, что у него в Италии нет этого по счету. Списка реализаторов, бомбардиров, если угодно. Угловой. Угловой. Ох, какой момент. Да, момент хороший, удар по воротам в дальний угол. Тут тоже недосягаемость от вратарями. В центре атаки ждет подачи. Подача нервы, нервы, какая красота. Блеск Матюйди. 4-0. Ну, как же Бентанкур положил, как на слэм-данк баскетболист делает длинный такой заброс на вес в идеальную единственную точку. Это блеск Модюйди. Только что был в падении. И, как мне кажется, расчетливо именно с рикошетом от газона. Потому что сложно было так поддеть мяч, чтобы он по воздуху летел. Классная атака. Классная. Вот для этого и нужно было выпустить второй состав, чтобы он не 1-0 выиграл. Вот я тебя уверяю, сыграли бы 1 или 2-2 над своим суперзвездом в атаке. Просто у сборной Аргентины, вспомни, кто играл за последние годы на фланге. Мойзекин прессингует... А, не было ли... Казалось, да, показалось, что было касание. Мойзекин все равно, да, вот в этом... Прострел и подбор. Удар, рикошет. Мяч едва не попал к Кевину Лазару. Или так, подача в штрафную. Вот была бы поточнее, кстати, возник бы шанс укусета. Вот таким мяч справа есть предложение, но Жан дальше идет. Такое ощущение даже показалось, что он готов сам войти и решить этот момент. Ну, если... Вот он пришел за мячом в глубину. И за мячом, и за пасом придумал перевод на Бернардеске. И поражений в два мяча было тоже всего лишь два. Сегодня аж четыре. Это самое крупное поражение Генезе в сезоне. Получил, здорово им распорядился. Дубль, заработанный пенальти. Мойзекин, которому не нравится. И мне это. В суперклубах. Потому что хочется, чтобы играли не только звезды экстракласса. Момент, удар и гол. Гол, Лазанья. Как он обработал мяч грудью. Как был сконцентрирован на мяче. Неспроста нам выхутили такой крупный план. Он идеальным образом провернул корпус. Скинул и пробил в дальний угол. Великолепный такой форвардский гол. Так, я веду Лазанья. Забиваю.